В России могут появиться федеральные территории. Что это такое, друзья? Федеральные территории. Эти федеральные территории будут напрямую подчиняться Москве. А теперь вспоминайте мои ролики о разделении страны на части. Они еще были двухгодичной давности, по-моему, если не трехгодичной давности. Все сбывается, друзья. Просто кто-то видит быстрее, кто-то позже. Но в принципе все мы натыкаемся на то, что нам приготовила власть в качестве подарка для своего населения. В Конституции Российской Федерации может появиться понятие федеральных территорий, территориальных образований с прямым федеральным подчинением. Соответствующие поправки обсудят два профильных комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса, который возглавляет один из этих комитетов и является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон. По словам Клишаса, к федеральным территориям могут быть отнесены закрытые административно-территориальные образования. Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория». «Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», — сказал Клишас. По его словам, к числу территорий с особым статусом и особенностями управления могут быть отнесены за то, а также особо охраняемой природной территории Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды, например, озеро Байкал, Кавказских минеральных вод, или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования, пояснил так нам сенатор, друзья. Он отметил, что территории со специальными правовыми режимами существуют в ряде других федеративных государств. При этом особый режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра в случае реализации такого предложения. Федеральные территории не будут входить в состав территорий субъекта федерации, подчеркнул Андрей Клишес. Чувствуете, кирогазом пахнет. Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уже сегодня наш Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы, сказал он. В настоящее время в России существует около 40 закрытых административно-территориальных образований различной специализации. В частности, 10 ЗАТО были созданы для функционирования объектов, ныне управляемых государственной корпорацией Росатом. Сразу 5 таких ЗАТО были расположены на Урале, 2 в Свердловской области и 3 в Челябинской. Кроме того, 2 ЗАТО на территории Свердловской области подчинены Минобороны. Они образуют городские округа в составе субъектов. Общая численность населения уральских ЗАТО превышает 300 тысяч жителей. Видите, какое интересное дополнение в Конституцию. Если вы не поняли, друзья, то это очень важное дополнение. Посмотрите, что говорится. При этом особый режим этих статусных областей. И этот особый режим предполагает особое полномочие и прямое подчинение органов власти, территорий, федерального подчинения органам, и, слушайте внимательно, и должностным лицам федерального центра. Это очень важно. Подчинение не просто органам, где много людей, и они могут принимать коллективные решения, и также там существует ротация и замена этих самых должностных лиц. Но здесь речь идет о частном должностном лице федерального центра. Это просто должностное лицо федерального центра. Но господин Ротенберг строил мост, и, может быть, мост в его личном владении. Господин Чайка приватизировал, сын младший Чайка, да, приватизировал помойки Подмосковья. И эти помойки, они могут входить в особый статус. И это, опять-таки, личного частного подчинения должностному лицу, который находится в федеральном центре. То есть вы понимаете, как они переиначивают законы. То есть власть далеко не народная. Я понимаю, что она никогда не была народной. Это да, друзья. Но соблюдали все видимость, иллюзорную видимость. Сегодня этой иллюзорной видимости уже никто не хочет соблюдать. Не потому что даже что на мнение народа наплевать, а потому что они все внутри власть. А власть – это люди. Это всегда отдельно взятые люди. И вот эти люди, они разделены между собой. То есть сейчас они уже делят свои территории. Каждая территория распределена за кем-то. Каждому отдали его лакомый кусок. Видите, ведь мы даже не знали, нам об этом не объявляли, что в настоящее время в России существует около 40 закрытых административно-территориальных образований различной специализации. Специализация различная. Это то, что я вам привела в пример. Это Чайка и его помойки, да? Это Ротенберг и его мост. Ну и много чего можно нафантазировать. И в эти рамки различной специализации административное и территориальное образование включить. Народ дурят по полной, друзья. И как вы знаете, что президент предложил все эти поправки внести на голосование единомоментно. То есть общей базой взять и проголосовать за эти поправки. Кто их будет разбирать? Никто. И, кстати, очень интересная деталь. Оказывается, все конституции, законодательства уже выпущены были до Нового года. То есть сейчас нам с вами рассказывают о том, что это должно быть, да? Поправки к законам, поправки к конституции. Это должно только быть. И на это отпущено какое-то количество времени. Но на самом деле, друзья, это уже состоялось. Оно состоялось в конце года. И это уже выпустили. Все эти поправки уже выпущены. Они находятся в магазинах на полках. А то, что их кто-то будет обсуждать, утверждать, регулировать и, может быть, даже не утверждать, то, друзья, это все иллюзия. Иллюзия для народа. Народ пусть себе спит и думает, что он что-то может, что он имеет права и он чем-то управляет. Демократии никогда не было, друзья. Демократии никогда не будет. Это абсолютная иллюзия. Но кто живет иллюзиями, друзья, живет нище и бедно. Богато живут люди более реальные, более стоящие приземленно на земле нашей. А если вы живете в иллюзиях, то вы всегда останетесь бедны. Если вы уповаете на третьи силы, Господа Бога, помолимся, и таким образом ваши проблемы разрешатся. Ну что же, вот эти самые должностные лица федерального центра, лица, они будут только смеяться над вами. И правильно делать будут. Понукать, пинать, управлять, унижать, сажать в тюрьмы, закрывать рты, разгонять демонстрации, которые они же сами и организовывают. Это все они будут делать с вами, потому что вы живете в нереальной ситуации. Вы для себя создали иллюзию. О каких-то светлых силах мне пишут. Друзья, мне жаль вас. Мне искренне жаль вас, что вы пишете о каких-то светлых силах, которые вдруг должны спасти вас. С какой стати? С какой стати? Каким-то силам вас спасать. Вы что, гении? Вы что, живете, соблюдая букву закона божественного? Почему вас кто-то должен спасать? Уж не потому ли, что вы убоги своим умом? Уж не потому ли, что вы дремучи в своем понимании? Уж не потому ли, что вы неучи? Я не знаю, как можно так писать, что кто-то спасет вас. Вас спасут светлые силы. Где они? Покажите. Вы кого имеете в виду? Может быть, я кого-то не вижу? Что вокруг меня нет этих светлых сил, которые вас спасают? Но сколько они вас спасают, друзья? 30 лет. Уже в управлении стоят демократы. 30 лет. И что все эти 30 лет, когда демократы разоряют страну и вас уничтожают и уничтожили миллионы населения нашего, то вы опять-таки уповаете на какую-то светлую силу, которая придет и вас спасет. На это я могу вам сказать, друзья, спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Продолжайте спать. Лучше не просыпайтесь, потому что если вы проснетесь, для вас это будет сплошной ужас. Я Таня Карацуба. Сиитбургхан. Сиитбургхан.